РОККО ВАЙНОЛ Инструкция по укладке РОККО ВАЙНОЛ можно укладывать и хранить при температуре от 15 до 30 градусов Цельсия. Для акклиматизации напольного покрытия выдержите его в тех же климатических условиях, что при укладке. Прочитайте руководство по укладке, размещенное на обратной стороне упаковки. Никаких специальных инструментов не требуется. Необходима лишь минимальная подготовка пола. В качестве основания под РОККО ВАЙНОЛ может быть бетонное, деревянное покрытие, существующая плитка или виниловое покрытие, если оно находится в хорошем состоянии. Надежное и абсолютно ровное. Глубокие швы должны быть заполнены выравнивающим составом. При укладке напольного покрытия поверх системы подогрева пола убедитесь, что температура нагрева покрытия будет равномерной и не будет превышать 27 градусов Цельсия. РОККО ВАЙНОЛ не требует никаких клеев или клеевых составов. Основание должно быть сухим, чистым и ровным. Перепады не более 2 мм на 1 м. Вам не потребуется использовать панели из разных упаковок, чтобы смешать или разнообразить оттенки и рисунок. Каждый дизайн РОККО ВАЙНОЛ включает до 60 различных дизайнов панелей, обеспечивая аутентичный вид древесного или каменного напольного покрытия. Материал следует закупать минимум на 10% больше с учетом отходов или ошибок. При укладке РОККО ВАЙНОЛ сохраняйте зазор 10 мм на обоих концах помещения, используя соответствующие распорные клинья. Измерьте длину комнаты и разделите ее на длину панели. В случае, если значение меньше 400 мм, обрежьте первую панель так, чтобы не было слишком коротких панелей на противоположных частях комнаты. Рассчитайте ширину последнего ряда. Измерьте ширину комнаты и разделите ее на ширину панели. Если число меньше половины ширины доски, то вам следует обрезать первый и последний ряд, чтобы не было слишком узких панелей. Перед укладкой разместите опорные панели у стены, сохраняя компенсационный зазор. Разместите опорные панели на каждое торцевое соединение первого ряда. Опорные панели будут удалены в процессе дальнейшей укладки. Укладку следует начинать с левого угла помещения и продолжать гребнем к стене. Укладывая первый ряд, зафиксируйте две первые панели на месте, установите вторую панель, а затем постучите по верхней части панели в месте торцевого замка, используя подбивку и молоток. Чтобы обрезать последнюю панель первого ряда, просто отметьте правильную длину и сделайте надрез на доске с помощью строительного ножа и линейки. Затем просто сделайте надлом вдоль линии надреза доски. Вам также будет необходимо обрезать подложку нижней части панели. Вы можете использовать лишние отрезанные кусочки для начала рядов, если они составляют не менее 400 мм. При укладке второго ряда сначала соедините продольные замки панелей, затем установите панель так, чтобы торцевые замки встретились, затем закрепите короткие концы. Используйте подбивку и молоток, чтобы обеспечить правильную установку торцевого замка. Продолжайте укладывать панели, пока не закончите ряд. Удалите опорные панели и сдвиньте соединенные панели к стене. Продолжайте укладку, расставляя швы не менее чем на 400 мм и сохраняя компенсационный зазор. Расстановка швов может повторяться в каждом ряду или быть случайной. Вероятно, вам придется укоротить деревянную коробку, чтобы панель могла быть установлена снизу. Поместите панель рядом с дверной коробкой и отрежьте ее с помощью ручной или торцевой пилы. Закройте компенсационные зазоры при помощи плинтуса по завершении работ. Вы можете установить свою мебель сразу после укладки и наслаждаться результатом своей работы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...